Пицца на сковороде? Да запросто! Пойдем покажу, как я ее приготовила. В глубокую емкость насыпаем 120 грамм муки, добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, также пол чайной ложки сахара и пол чайной ложки соли. Хорошенько перемешиваем все сухие компоненты и добавляем 80 мл холодной воды, но не сразу всю, а порциями. Теперь нам необходимо тщательно смешать муку и воду. И немного еще вымесим тесто нашими руками, буквально чуть-чуть. Кладем обратно в тарелку и накрываем пищевой пленкой, либо полотенчиком. Оставляем его на 15-20 минут отдохнуть. Этим временем займемся подготовкой начинки. 100 грамм сыра натираю на крупную терку. Я буду использовать два вида колбасы. Нарезаем ее тоненько. Так же поступаем и со второй колбасой. Еще я буду добавлять шампиньоны. Нарезаем их так же тонко. Пицца у нас будет готовиться очень немного времени. Причем на сковороде, а не в духовке. Соответственно, начинки не должно быть очень много. И она не должна быть порезана толстыми кусками. Так как она просто не успеет приготовиться за это время. Нарезали два шампиньона. Теперь нарезаем оливки. Можно еще добавить и маслины. А вообще смотрите по своему вкусу. Кто-то добавляет лук, кто-то рыбу. А кто-то просто то, что есть сейчас в холодильнике. Так как пицца не требует какой-то нереальной подготовки и готовится быстро. Вот сейчас сидела, захотела пиццу. Пошла и сделала из того, что есть. Нарезали наши оливки кружочками. Теперь нарезаем один зубчик чеснока мелко. И последний компонент начинки это помидорчик. Тоже тонко, несколько колечек. Вот и все. Все составляющие начинки подготовлены. Займемся тестом. На стол насыпаю муки, чтобы тесто не прилипало. И выкладываю само тесто. И нам его нужно немножечко вымесить. И растянуть его, чтобы тесто стало круглой формы. Могут образовываться дырочки, но в этом ничего абсолютно страшного нет. Просто их этим же тестом, где-то кусочек маленький оторвали и залепили. Не беда. Выкладываем наше тесто на сухую сковороду. Никакого масла, ничего не добавляем. Конечно, желательно, чтобы тесто было равномерной толщины. Все выложили на сковороду. И оставляем подсушиться с одной стороны минут 5 на маленьком огне. Подсохло. Переворачиваем на другую сторону теста. И убираем сковороду с огня. Сейчас мы займемся начинкой, чтобы оно там на огне не стояло, не жарилось, не грелось. Сразу выложим начинку, а затем уже поставим опять на огонь. Я положила первым слоем томатную пасту, это домашнего приготовления. Потом чеснок и немного сыра. Совсем чуть-чуть. Затем шампиньоны. Потом колбаска. И помидорчики. Оливки. И последний слой, завершающий сырочек. Ставим на огонь. Накрываем крышкой. И готовим 20-25 минуточек. Под крышкой на самом маленьком огне. Прошло 25 минут. Крышку поднимаем. Видите, образовалось немного водички. Водички. Ничего страшного. Просто сейчас еще минуточки-две. Пусть постоит сковорода на огне. Без крышки. Вся лишняя влага уйдет. Перекладываем нашу пиццу на тарелку. Ну, разве она выглядит хуже пиццы из духовки? Нет, конечно. Она такая же румяная. Такая же аппетитная. И поверьте мне, такая же вкусная. Ну, разве не красота? Обязательно приготовьте по этому рецепту. Это очень просто. Всем приятного аппетита! Продолжение следует...